Да, коллеги, здравствуйте. Уже добрый вечер по всему времени. Что бы хотелось отметить, вот каждый второй год я уже выступаю, второй год для меня это как новый этап постоянно к тому, чтобы готовить какие-то, продвигаться, так сказать, в своем исследовании, соответственно, какая-то такая, как бы сказать, отчетная точка перед и вами всеми, да, то есть услышать какую-то критику и замечание в свой адрес. Поэтому как раз вот для меня это такой способ подготовиться, и как-то отделить свое исследование и новый шаг в этом сделать. Тема, да, оценка динамических мультипликаторов инвестиций в основе капитала динамической межотраслевой модели экономики России. Ну, вкратце, в двух словах, то есть, чтобы, так сказать, все мы понимали, о чем, понятное дело, что мы все профессионалы. Имеется в виду, как бы рассматривается, то есть исторически, это в начале вечерка сформулировал понятие, потом всем известный Джон Кейнс, соответственно, его доработал. И Василий Леонтьев поднял вопрос, ну, как бы, изложив в своем исследовании динамическую модель, поднял вопрос о том, что нужно оценивать динамические мультипликаторы. Что бы еще хотелось сказать, что помимо как бы института, который имеет достаточно большое количество публикаций, институты экономики, еще коллеги из института народно-хозяйственного прогнозирования как бы занимаются вопросом этим, двигаются в нем. И, конечно, им тоже большое спасибо за их подход и их оценки. Это дает определенное развитие этой теме. У меня, на самом деле, доклад будет такой, по результатам. То есть моделей здесь никаких не будет. Я больше по результатам хочу сказать. Ключевым для оценки динамических мультипликаторов оказалось важным, что нужно иметь оценку структуры распределенных влагов по отраслям экономики и сроки строительства в пассивной активной части основного капитала. Вот у нас в 2000, получается, несколько лет назад Никита Евтушенко в своей магистрской работе как раз пересчитал все оценки структуры распределенных влагов и сроки строительства в экономике. И в период с 2000 по 2021 сделал оценку структуры распределенного влага, дифференцированной для активной и пассивной части инвестиций в основной капитал. Почему мне это важно? Для моего исследования, потому что это дает возможность эндогенного роста в модели, то есть не задавая его, ну, возможность задания динамики эндогенной в модели. Соответственно, дает возможность оценить рост валового выпуска за счет инвестиций не только в году, соответственно, ввода этих инвестиций, но и эффект, который будет последующий от этого. Так, давайте дальше. Для примера было взято 9 отраслей. Производство машин и оборудование, строительство, занятое здание, сооружение, добыча газа, нефти, производство нефтепродуктов, производство черных цветных металлов, образование и здравоохранение, ну, предоставление социальных услуг. Как вы видите, все сроки строительства различны у них. Есть, правда, совпадающие, но как раз посмотрим, как это повлияло на те результаты, которые получились. Значит, какова была техника расчетов? Базовым прогнозным годом для расчетов являлся 2019 год. В 9 отраслях, то есть в каждой отрасли отдельно были увеличены вводы в основной капитал в соответствующем году. Это вот в третьем столбце здесь видно, в каком году увеличивали. И увеличили на 200 миллиардов, соответственно, разделив пропорционально структуре вводов первым и вторым подразделениям. Значит, первое, что мы оценили, это статический, так называемый статический мультипликатор стандартный, который все изучают. Значит, он получился вот в районе 2, 2 и 3. Ну, соответственно, для отрасли производства машин и оборудования брали мультипликатор в 2023 году, для отрасли строительства зданий и сооружений в 2025. Ну, в общем, вы видите, какие они получились. То есть самые большие это были у производства черных и цветных металлов, а самые маленькие это у строительства зданий и сооружений и образования вот этих отраслей. Теперь на слайде, ну, как бы, добавили то, какие будут динамические мультипликаторы. Взяли за последние 5 лет после года ввода. Как считали динамические мультипликаторы? Это накопленный эффект считался от дополнительного ввода, деленный на накопленный эффект инвестиционный, соответственно, в каждом году. Получилось, что через 5 лет, по сути, накопленный эффект в отрасли производства черных и цветных металлов самый большой оказался. При этом самый маленький оказался в образовании и строительстве. Как ни странно, вот, как бы, есть гипотеза такая, она еще не подтвердилась. Мы, как бы, только на уровне гипотезы, это что есть корреляция тут со сроками строительства. То есть чем меньше срок строительства, тем эффект оказывается больше. Но, говорю, опять же, это только на уровне какой-то словесной гипотезы. Вот дальше на слайде представлены как раз мультипликаторы. Как эта графика выглядит до 35-го года. У нас, конечно, год был 35-й. Вроде линейный рост. Здесь этот линейный рост был обусловлен тем, что инвестиции, то есть рост валового выпуска в последующие годы оказался положительным, прирост валового выпуска за счет инвестиций. Он постепенно затухал, но при отсутствии дополнительных инвестиций, приросту дополнительных инвестиций, оказалось так, что он превратился просто в линейный рост. То есть этот эффект был накопительный, он оказался линейным. Как ни странно. Рост валового выпуска всего, значит, как вы видите, всплески. Это как раз в те годы, когда производился ввод основных фондов в соответствующие отрасли. И дальше, что бы хотелось сказать, что в первом подразделении он оказался больше, но первое подразделение в отраслях, в которых вводился основной капитал, был вот этот рост, который происходил в валового выпуска, он был, по сути, сформирован за счет отрицательного прироста в валового выпуска второго подразделения. То есть за счет второго подразделения этот рост был сформирован, как бы так, как ниоткуда больше его было брать. Давайте вкратце. Вот теперь по отраслям. Ну, тут как раз это и видно, что в отрасли машиностроения в течение первых четырех лет, когда до момента вводов прирост отрицательный, ой, я вот здесь вот забыл раскрасить, в строительстве в 2025 году там тоже прирост отрицательный второго подразделения, поэтому, то есть, по сути, здесь эффект компенсирующий. То есть первое подразделение растет только за счет второго, и никак больше, даже за счет того, что мы эндогенно увеличивали вводы. В добыче газа, нефти и нефтепродуктов срок строительства три года, и это становится видным, то есть даже без... То есть у нас тоже здесь такой же эффект, что за счет второго подразделения обуславливается рост первого. Ну и, соответственно, как вы видите, в дальнейшем, в предыдущем слайде, после вводов прирост второго подразделения тоже оказывается положительным. То есть, в принципе, валовый выпуск обоих подразделений после вводов, он оказывается положительным, как первого, так и второго. Значит, так, отрасли. Вот черная цветная металлургия, соответственно, здесь два года, и эффект как бы дольше держится. Он затухает, как это видно, в принципе, он у всех отрасля затухает, но он остается положительным, этот эффект. Образование и здравоохранение, соответственно, 6 лет и 4 года срок строительства, поэтому эффект примерно такой же. Инвестиции. Здесь я обрезал до 35-го года не стал, потому что после 26-го года они как бы нулевые во всех отраслях, поэтому график я обрезал специально. И, как видно, инвестиции как раз, то есть, скажем так, накопительным эффектом к году ввода. То есть, модель сама у нас формирует тот объем инвестиций, который нужно, чтобы ввести 200 миллиардов в году ввода. Теоретические описания схемы, я тут теоретический процесс и разложение уже рассказывал в предыдущий год назад, соответственно, и мы в нашей монографии это представили, соответственно, этот раздел там тоже есть. А практически вот как раз сейчас только удалось ему дойти. Ну и выводы, какие бы хотелось сделать. Соответственно, мультипликатор динамически увеличивается, но скорость роста его снижается. Наибольшие значения за 5 лет после ввода показали две отрасли черных и цветных металлов. Соответственно, наименьшее это строительство и образование. Мультипликатор первого подразделения. Эффект проявляется сразу мультипликативный, а вот в втором подразделении появляется только после ввода в основного капитала. Но обусловлено тем, что фондастыдающие отрасли относятся к первому подразделению. В отрасли производства, ну вот в части отраслях, на слайде, который написан инвестицию, и валовый выпуск в основном прирастают в первом подразделении, а вот в образовании и здравоохранении прирост в основном направлен на второе подразделение. И оценка динамического мультипликатора дает возможность сценить не только моментный эффект, но и накопленный эффект от ввода инвестиций. У меня все. Спасибо. Спасибо, Антон Владимирович. Коллеги, у нас есть. Много времени на первом классе. Спасибо. Спасибо за заплату. Какой человек, который долгое время занимал строительный комплекс, такой вот что такое инвестиционный строительный лад, в удовольствие строительства в дальние сооружения. Поясняю, что вот строители не строят для себя в основном, да? А там получается какой-то большой дом. Это о чем? Это имеет отношение к производственному строительству или нет? Да, смотрите, получается две отрасли строительства и машиностроения, они относятся к отраслям фондосоздающим, которые производят не для себя, а вот как раз для прироста капитала в этой модели, то есть для всех остальных отраслей. Поэтому здесь он направлен для других отраслей, не для себя производит. Эти отрасли как бы не только для себя производят, я бы так сказал, если я правильно понял. На вопрос вашу. Вы строители, ну для себя что строят? Будки программские, там, какие-то там, вагончики для рабочих или что? А может, у меня, конечно, я понимаю, да? Да. Вудфондах это все. А ну, собственно, строительство там в чем заключается? Строительство для строителей, это? Ну, строительство, но не строительство. Строительство для увеличения фондов, но не строительство. А что это строительство для добычи газа, там что, не здание и сооружение? Нет, как-то в ракарах у них есть. Это все раздалевалось, это как-то обычно, как-то одно и другое строительство. Ну, а смотрите, за веков, для нефтяников, там, еще для кого-то. Если продукт отрасли строительства будет расти, как готовый продукт, то есть, валовый продукт, давайте так, валовый продукт отрасли строительства будет расти, они же не только для себя, как вы правильно замечаете, строят, они строят для экономики в целом. СТСН 200 миллиардов, которые они в СТСН распределяют между всеми отраслями. Здесь лак строительства именно для строительства. Ну, да, для строительства. То есть, он и делал, и оценки делал я, и не в их дружинках. Значит, это не его работа. Значит, есть инвестиции в само строительство. Есть там строительное управление, у него есть здания. Так получилось, так получилось, по расчетам. Это специальный метод используется. Значит, в советские времена, вот Андрей, мы уже помним, была статистика строительства. Сейчас это все в боди выброшено, все не делается. Мы оцениваем постельные методы. И здесь идет речь, значит, о лагере именно строительства для самого строительства. Понятно. Да какие-то тоже есть. Они, которые, как я сказал, строители, они, как бы, пояснили, это все. Правильно, что это. Если ты там, ну, Сигморск возьмешь, ты его обнаружишь. Понимаешь, огромное здание, да, которое долго строилось. Андрей Владимирович. Спасибо большое. А все-таки вот экономическая интерпретация того, что вот в металлургии самые большие мультипликаторы, почему вот это так? Ну, то есть там понятно, что строительный лаг наиболее маленький, два года, но тоже хотелось бы тоже экономическую интерпретацию. Ну, и почему коэффициенты максимальные именно в этой возрасте? Ну, вот, я повторюсь, мы не дошли еще до полного понимания экономической интерпретации происходящего. Есть гипотеза, говорю, опять же, что это связано с достаточно коротким строительным сроком, ну, то есть, по сути, инвестиции 200 миллиардов, которые, как бы, вводы, ну, как бы, инвестиции, соответственно, на эту сумму, которые распадаются не на 6 лет, а на 2 года, они дают вот этот больший эффект, потому что, по сути, ну, как бы, когда вы 200 миллиардов, грубо говоря, размазываете на 6 лет, да, и на 2 года, соответственно, у вас в 2 годах оказывается, в каждом году оказывается большая сумма, чем в предыдущих. Опять же, это гипотеза, мы еще не установили этой связи и не проанализировали, поэтому, ну, как бы, четкий ответ на вопрос я сейчас дать не могу, могу только предположить. Вот, это как раз вот следующий будет вопрос, ну, результат работы. Продолжение следует...